Всем привет, дорогие друзья! Обратная дорога из Сочи. Показываем подробный маршрут плюс кадры с моей поездки. Включаем с нашей поездки с Оролиной, которую я записывал на телефон, грубо говоря. Значит, ездили мы в Сочи с 1 по 14 число. Ну как в Сочи. До Сочи мы доехали, а отдыхали мы в Геленджике, на самом деле. В Голубицком пару ночей и в Геленджике. Сегодня показываю дорогу от Сочи до Арамиля Свердловской области. Первое видео показывал, как мы через Арамиль, через Удмуртию поехали, через Саранское, Борисоглебск, Багучар на М4. Ну и в общем сюда приехали. Теперь обратная дорога другая. Ну и напомню, что кто хочет оказать поддержку каналу, то в плане деревянного рубля, как говорится, то ссылочка все в описании есть. За это вам огромное спасибо. В нынешнее время это очень полезная тема. Можно хоть как-то обновлять свою аппаратуру. Итак, ребята. Значит, выехали мы из Сочи. Вся дорога заняла 2920 километров. Ехали мы двое суток, три дня. Грубо говоря. Ну, на третий день мы там в первую половину дня, по-моему, приехали уже домой. Значит, про эту дорогу я уже говорил. Серпантин от Сочи. Достаточно много поворотов. Дорога по качеству хорошая. Ремонта всего два мы с реверсивным движением. В Стритле есть пост ГАИ. Ограничения в основе здесь 40 километров в час из таких поворотов. Значит, обгоны запрещены. На эти 200 километров, ну, 250 километров вы будете ехать примерно 6 часов, а то и 8. Все зависит от того, когда вы поедете. Мы выехали туда с утра, ну, часов 8. И был это июнь еще не такой напряжный месяц, как август. В августе, наверное, тут будет вообще народу тьма. И, соответственно, даже сейчас, видите, желтенькая. Сейчас у нас 25-й, 06-й, 23-го года, 12-56. И уже легкие, как бы, пробочки показаны. Что касается заправок. Заправки здесь есть. Ну, в целом, инфраструктура. Заправок море по всей этой трассе. Кафешек тоже куча, как вы понимаете. Гостиниц тоже тут, блин, ну, сотни. Потому что это берег Черного моря. И, соответственно, здесь много, много где можно отдыхать. И нужно отдыхать. Мы обратно проехали через всякие пляжики различных населенных пунктов. Засняли, посмотрели. Сразу скажу, что выбрали в итоге пляж Геленджика. По причине того, что здесь, во-первых, везде галька. Здесь нет песка. Во-вторых, идет вот она, железная дорога прямо по пляжу. Для меня это дико и как-то не в тему. Поэтому мы выбрали Геленджик. В Геленджик мы приехали. Там, собственно, отдохнули. Получается, трое суток. Покупались в море. Море, правда, 20 градусов было. Съездили в Сафари-парк, смотровую площадку. Прокатились по городу. В общем, прогулялись по набережной. Набережная здесь очень хорошая, большая, красивая. Ну, да ладно. Сегодня мы смотрим дорогу. Дальше мы выехали через Новороссийск. Изначально мы думали обратно поехать через Джубку. И вот Джубка, да? И на Дагейск. Но, когда мы были, там прошли дожди. Там были объявления о селях. В общем, мы не стали рисковать здоровьем машины своим и так далее. В общем, поехали. Проехались по Новороссийску маленько. Выехались и поехали в сторону Краснодара. Вот эта дорога, она, в принципе, нормальная. Она имеет две полосы, но она не раздельная. При этом много населенных пунктов, которые мы проезжаем. Соответственно, есть ограничения скорости. Ну, это все фигня. То есть, все равно здесь быстро не поедете. Притом, есть пост ДПС, где надо останавливаться на контроль. То есть, везде, где знак контроля и видите, везде останавливайтесь. Установка обязательно. Значит, также кафешки, гостиницы, все есть. То есть, ну, это рядом, как бы, достаточно большие города. То есть, Новороссийск, Краснодар. И вообще, там, курортная зона рядом. Поэтому здесь с инфраструктурой никаких проблем нет. Дорога по качеству более-менее нормальная. То есть, дыр там таких, как бы, нету больших. По Краснодару проехались. Дорога тоже более-менее хорошая. Погуляли в парк Иголицкого и поехали дальше. Здесь мы, кстати, на пути, где-то на заправке еще останавливались. Поспали часок, потому что что-то как-то у меня глаза слепались. Это к теме о том, что в машине иметь спальное место очень удобно. Захотел и поспал. Ехали мы обратно вдвоем. Ну, и, собственно, как туда. До Удмуртии только мы еще с детьми ехали. А тут обратно вдвоем. Соответственно, дорога от Краснодара. Выехали мы на М4. Тут сразу чуть в аварию не попали. Была большая пробка. Дорога сама по себе хорошая. Но там одна машина выехала. В кадр тоже попала. Перед нами чуть сначала по ходу движения не врезалась. Потом на встречку вылетела. Чуть во встречку. Короче, очень большой поток был. Хотя вот сейчас я смотрю на час времени до воскресенья. Тут никаких пробок нет. Но, видимо, раз на раз не приходится. Значит, дальше повернули на Журавскую. Выселки. И поехали, собственно, через Тихорецк на Сальск. Скажу так, что дорога стала лучше. Дорога уже хорошая. Много где ее ремонтируют. Даже вот на июнь месяц, да, 23-го года. Много где не было разметки. Черная красивая дорога, тихая. Но тоже много населенных пунктов. Соответственно, минус это в том, что вы будете ехать медленно. Плюс в том, что здесь куча магазинов, инфраструктуры и так далее. Также здесь можете ягоды покупать и так далее. Мы ягод наелись. В общем, все круто. На Белую Глину, на Песчано-Копское, Развиненное, Сальск. Дорога хорошая. Ехать можно, нужно. В принципе, я эту дорогу советую. Дальше мы поехали на Котельниково. То есть везде здесь тоже, в принципе, дорога удовлетворительная. Также много населенных пунктов. И Котельниково. В Котельниково раньше, помню, дороги были плохие. Тут что-то пару таких дырявеньких участков есть. Ну а так, в принципе, там положили новую дорогу уже. И особо плохих участков вы здесь не встретите. В Котельниково, помню, мы раньше ездили, нам все советовали рыбку купить. Мы купили рыбку. Рыбка действительно вкусная. И попробовали котлету из икры рыбной. Нам не понравилось. В общем, но рыбка нормально. Наелись я до сих пор не хочу. Уже прошло две недели. Дальше от Котельниково до Волгограда. А, кстати, не сказал. Вся дорога, она двуполосная, не раздельная. Только ближе к Волгограду появляется, по-моему, раздельная. Хотя, я даже ошибаюсь, там короткий участок. В общем, вся дорога, это практически вся ровная. Черный асфальт. В общем, тут вообще поменяли асфальт много где. И вот даже подъезжая там к самому Волгограду, вот здесь, вот здесь все. Все новый асфальт весит. Участок новый асфальт. В общем, везде, где были плохие дороги, там все заделали. Единственный минус в июне был в том, что здесь очень много мошкары. Короче, мы ехали, прям слышали, как их там тушки, стекло хрустят. Их прям было море. И когда мы приехали в Волгоград на заправку, это было нечто. Это вообще капец. У меня бампер передний полностью с капотом были уделаны этими мошками. Нам приходилось останавливаться, чистить стекло, потому что сквозь них уже настолько ничего не видишь, что это был капец. Омывайка не помогала уже. То есть они засирали, вообще махом все. Мы вышли за Котельниковую рыбку вот здесь где-то покушать. И в итоге мы-то кушали рыбку, а нас кушали насекомые. Это жесть. Надо было потерпеть и уехать куда-то за Волгоград. Но мы хотели есть, поэтому поели. Но мы не знали, что такая тьма там будет этих насекомых. Кстати, в Волгограде также. И вот эти насекомые закончились только где-то возле, я не знаю. Ну вот как от Волгограда уехали по этой трассе, ближе к Амышину, их уже в принципе практически не было. Значит, что касается вот этой дороги и сам Волгоград, мы через него прям проехали, засняли видео ночью. Дорога по Волгограду хорошая. То есть дыр не было. По всей этой дороге, я скажу так, есть заправочки. Сейчас посмотрим. В принципе, проблем заправиться здесь нету. Я правда не знаю, что это за Экопетрол, Арканпро. То есть, ну как бы такие, не очень известные есть заправки, а есть известные. То есть на секвелённых пунктах, как Котельниково, есть Лукойл. При этом, видите, 5 звёзд. Соответственно, Шелл имеется в виду. То есть без заправок тут не останетесь. Кафешки, в принципе, тоже есть. Тут как бы крупные населённые пункты есть, встречаются. Вот такие крупненькие деревни. И, соответственно, прям вдоль дороги есть кафешки. Ну и, соответственно, сами ориентируйтесь, где останавливаются дальнобойщики. Там, значит, наверное, и вкусно. С гостиницами тоже. Гостиницы тоже здесь имеются. Притом в Котельниково достаточно их много. И на въезде есть гостиница с вкусными столовыми. По-моему, это вот этот смак, что ли. У меня 30 с лишним частей видео. Мы сняли наши поездки. Можете вот зайти на канал и это всё дело посмотреть. Там мы подробно показываем, где питались, где жили и так далее. Здесь уж я это дело описывать не буду. Значит, от Волгограда мы поехали на, получается, Саратов. Дорога хорошая, двухсторонняя, временами раздельная. В принципе, движение в июне небольшое было. Здесь мы где-то в районе Дубовки, что ли, ниже переночевали в машине, возле гостинички. Потом встали, умылись, купили кофе и поехали, собственно, дальше. Спали всего, по-моему, 4 часа. Дорога хорошая. Инфраструктуры здесь много. Много как АЗС, как и... Вот, видите, прям какая куча АЗС, гостиниц, кафешек. То есть, мне она напомнила Новомосковский тракт, это дорога Екатеринбург-Пель. То есть, здесь всего валом. То есть, и покушать, и переночевать, и так далее. Все классно. По Камышину немножко прокатились, засняли. Потом приехали в Саратов. По Саратову прокатились, по Энгельсу. В принципе, дорога тут более-менее все нормально. Ну и дальше всех больше... Больше всего интересует дорога на Пугачев. Вот мы поехали на Пугачев, конечно же. Я боялся, что дорога будет дырявая, как в 21-м году мы были. Я плевался и сказал, что больше здесь никогда не поеду. Но вот Дэн вернулся вместе с Ролиной и едет здесь. И как мы тогда с Ролиной ехали и плевались. Но мы ездили тогда, это в ту сторону, в сторону юга по этой дороге. Обратно мы через Изран ездим. Дорога начинается от Энгельса. В принципе, хорошая. Видно, что дорогу уже тут отремонтировали. Кое-где даже разметки нет. Ну, местами есть там с ямками небольшими, трещинками. Но это не критично. Ну и скажу так, что до Пугачева дорога, прикиньте, я могу сказать, более-менее хорошая. То есть, есть вот прям вот большее количество это хороших участков. Прямо отремонтированных недавно. Черных еще без... Черное покрытие такое, без разметки. И временами бывают, знаете, вот участки по 200, по 300 метров. Прямо вот этой старой плохой дороги. Бывает где-то километр, 2 километра. Вот максимум я насчитал. Такой участок плохой дороги остался. Но при этом эту плохую дорогу, знаете, что они сделали? Они залили вот эти трещины. Они заделали, ну, ямочный ремонт сделали. Заплаты ямочные. То есть, заплатками сделали. И уже дорога, знаете, дыр нету, колеса вы не оставите. Только машину, как бы, конечно, шатает. Местами есть кое-где колея. Но, в принципе, в целом, дорога мне в этом году здесь понравилась. Притом, за руль я Ролину еще садил. Наехал, я говорю, когда мы проехали Пугачев, когда мы проехали к Самаре, я говорю, как раз она за рулем была. Я говорю, ну, и что, как тебе дорога? Она говорит, да, нормально, обычная дорога. То есть, она даже ничего не заметила. Вот, поэтому и после. Кстати, в самую Пугачеве тоже дорогу сделали. Она достаточно хорошая. Ну, и после Пугачева до Самары хорошая дорога. Но, кстати, временами уже ближе к Самаре тут уже будут, где Чапаевск, попадаться ремонты. То есть, там уже, как бы, ремонтируют дорожку. И поэтому есть участки срезанные дороги, есть уже уложенные. Не знаю, когда вы поедете. Но, вот, как бы, будьте осторожны. В общем, дорога в этом году мне понравилась. Хотя, знаете, люди многие писали, что не идти через Пугачев. И вроде как они в этом году ездили. Ну, не знаю. Видимо, они не ездили. Видимо, от кого-то услышали, либо еще что-то. Я говорю, что дорога хорошая. Ну, как хорошая? Ладно, нормальная, уже более-менее отремонтирована. Тем более, ее федералкой сделали и ей занялись. И, соответственно, в этом году уже по ней можно ездить. Я думаю, за год она не раздолбится точно. Ну, по крайней мере, до следующей весны. Что касается инфраструктуры. Инфраструктуры эта дорога не так прям богата. Но ближе к Самаре уже много чего есть. Хотя, видите, АЗС и есть и Роснефть, и ТНК, и Пугачевик. Бал Петрол какой-то непонятный. ЭКОЛ, АЗС. Ну, то есть, как бы заправки. Только для меня известно, это Роснефть. ТНК никогда не заправлялся. Не знаю, пишите, как там по качеству бездин. Кстати, гостиницы и кафешки тоже здесь встречали. Они есть, не в таком большом количестве, но имеются. Но это сами уже, когда планируете поездку, то вот думайте, где будете ночевать, либо в городах. В городах, конечно, ну, гостиницы поцивильнее. Тут как бы что говорить. Значит, приехали мы в Самару. Нас не повела. Вот как и сейчас навигатор ведет, да? Так же и меня через Самару повел. То есть, он не повел по этой объездной почему-то. Я не знаю почему. То ли ее тут делают, то ли еще что-то. Хотя нет, вроде пробок не видно. А, тут перекрыто. Смотрите, тут кирпич. Объездная, видимо, сейчас закрыта на ремонте. Поэтому ведет он через город. Проехали через город. В Самаре сейчас очень много ремонтов. Ну, по крайней мере, вот по этому маршруту, по которому мы проехали. Знаете, и самое дикое было, что снят асфальт, но торчат колодцы. И вот все ездят с таким фигурным катанием. Достаточно опасно. На большой скорости все, что там еще любят погонять. В общем, ну, вот не очень. Дальше вы ехали на М5. Такие радостные. Все, что там. Сначала дорога раздельная. Двухполосная. Потом, конечно, это закончилось. Скажу сразу наперед, что М5 сейчас строится много, где есть уже раздельные дороги. Ну, немного. Ладно, по сравнению с трассой Екатеринбург-Пермь здесь немного построили. Но это все строится. Тут просто дело в том, что рельеф намного сложнее, чем там-то равнина. А здесь-то есть перевалы и горы. Поэтому здесь намного дороже стройка, и она дольше. Но это все ближе уже к Уфе и от Уфы до Челябинска. Что касается дороги до Уфы, то я был очень разочарован в плане того, что в 2023 году, в июне, на этой М5 очень много дыр стало. Притом таких дыр, что ты, когда едешь 90 км в час, это положенная скорость на этой трассе, тебе приходится останавливаться до 10-20 км в час. Ну, практически полностью останавливаться и объезжать. Многие машины там, мы также, навстречку выезжают. То есть, представляете, вот эти дыры, они заставляют людей выезжать навстречку. То есть, это считается достаточно аварийной такая тема. Притом, кто навстречку, кто на обочину, а с обочины, как бы, те тоже может снести. Поэтому достаточно опасно. Это не по всей дороге. Знаете, вот в основном-то дорога ровная. Вот едешь, едешь, и раз резко такой участок начинается, как после бомбежки. Я не понял, к чему, но это впервые, когда вот, ну, сколько лет мы ездим, М5 меня разочаровало. Поэтому в этом году я ее не советую. В общем, лучше как-то ее объезжать. Кто со стороны Свердловско-Тюменских и Пермского тракта ей, да, вот с этой стороны, то понятно, что вам можно ехать вот так же через Игру, через Ижевск и вот по этой дороге. То есть, ну, не ездить на эту М5. Вот. Ну, кто с Челябинской области, я не знаю, можно через Оренбург ехать. Но на данный момент я тоже не знаю, какие там дороги. Поэтому у вас, скорее всего, выхода-то нет. Только через М5. Единственное, вот здесь можно еще объехать, вот через Поквестнево, да, и вот здесь через Кеннель выехать на Алексеевку. Ну, я как-то ездил там, в принципе, дорога нормальная. Сами понимаете, что либо вы по Федералке едите 90, да, особенно утром, либо ночью. И, в принципе, фур мало. Днем, понятно, тут пробки будут с плохими дорогами и с ремонтами. Ремонтов много. Но здесь вы через населенные пункты поедете, тоже это будет достаточно небыстро. В общем, в этом году М5 нас разочаровало. Поехали мы обратно не через Челябинск, а через Златоуст на 100 километров меньше. И при этом люди, кто вот с севера, грубо говоря, едут, у них тоже всегда вопрос. Либо ехать через М5, через Челябинск, либо ехать вот через Карабаш, Златоуст, Озерск, да, Каштым. Кто-то еще через Нязя Петровск ездит, Курдуново, Белокатай, но я не советую, потому что там есть грунтовка и после дождей там достаточно дырявые дорожки бывают. Не очень, машина грязная будет, то есть мне не понравилось. А здесь, значит, по этой дороге экономите 100 километров. А кто-то из Екатеринбурга едет через Касную Финск, Большая Тавра, Миссагутово, Малаяс. Но это мы ездили два года назад по этой дороге. В принципе, нормальная дорога была, по ней ехать можно. В общем, поехали мы через Златоуст. Здесь тоже дорожка хорошего качества оказалась. Тут раньше плоховастенько было, но теперь провели ремонты, все сделали. Кстати, я не сказал, по инфраструктуре. М5, да, где мы проехали, то есть там все отлично. Все хорошо, то есть много АЗС, много кафешек, много гостиниц, много всего. Поэтому здесь вы не пропадете, голодными не останетесь, без бензика тоже не останетесь. То есть им 5, инфраструктура богатая трасса, достаточно богатая история. То есть такая, ну, блин, возрастная, поэтому тут все есть. И она популярна, и самая, говорят, загруженная трасса в России. Дальше. Златоустру, Тургаяк, Миас, Карабаш. Везде дорога двусторонняя, не раздельная. Качество асфальта хорошее. Карабаши сейчас там ремонты идут. Карабаш вообще раньше считали самым градным городом в мире, да, не только что в нашей стране, но и в мире. А сейчас там вот эта компания, которая медная, УГМК взялась за город, и, в общем, из него делают какого-то красавца. Вот эти все отходы убирают, заселяют все травкой, засаживают. В общем, раньше дорогу так проезжали, но сейчас почти через город, ну, через старый город проезжает дорога, но она хорошего качества. Соответственно, дальше от Карабаша до Каштыма дорога тоже хорошего качества. Единственное, сразу скажу, что мы опять видели, что Касулю сбили, много животных выбегает, и дорога достаточно аварийная. Особенно вот от Каштыма до Касли тоже видели аварию, там машина улетела, непонятно как. Стараться, видимо, сильно гнал, поворот не писался, либо еще что-то. То есть, дорога, в принципе, нормальная, но и дальше нет смысла говорить. М5 у нас сделанная, хорошая, до Рамиля, до Екатеринбурга тоже дорога замечательная. Что касается по этой дорожке инфраструктуры, то она есть в основном в городах. То есть, в Каштыме можно заправиться, можно в Карабаше, но в Карабаш это надо вовнутрь заезжать. Тут не совсем известные заправки, я здесь не стал заправляться. А вот в Миасе и в Златоусте, то есть, можно заправиться всеми известными заправками. То есть, заправок здесь много. Также и кафешки, гостиницы есть, в Златоусте, Миасе, в Карабаше мы тоже видели. В общем, здесь все хорошо, много озер. Ну, как все хорошо? Конечно, не как на М5, но заранее планируйте. И я вам обещал сказать, какие затраты у нас были. Значит, поездки мы были с 1 по 14 июня. Значит, на топливо ушло, как мне показывает приложение, 22 тысячи рублей. 22,474. Что оказалось не так много, как я думал. Но мой стиль езды, 5 литров на сотку, это хорошо. Прям замечательно. Значит, на жилье у нас ушло 11 тысяч. Супермаркеты. В магазинах мы покупали еду, то есть, это на рынках супермаркетах. Ушло, в общем, 6748. Ну, это мы там овощи покупали, фрукты покупали, мясо покупали. Автоуслуги. Я вот не знаю, что такое остальное. Это 900 рублей. На самом деле, я не помню, что это такое. Ну, да ладно. Это мне Тинькофф поделил. Ну, и развлечения. Развлечения 2400 рублей. То есть, мы, как вы понимаете, практически не развлекались. Ну, вот в целом, если брать затраты, то получается, грубо говоря, 46 тысяч рублей. 46 тысяч 151 рубль нам за две недели. Многие скажут, что вы мало потратили на двоих. Да, действительно мало. Первый фактор, это то, что мы в дороге ночевали в машине. Это большая экономия, потому что, ну, грубо говоря, 4 ночи нам бы надо было ночевать дополнительно. Это на 2000. Ну, это примерно 8-10 тысяч. Еще бы добавилось. А, и плюс по еде. Мы только завтракали и больше целый день не кушали. Только покупали ягодки, но это уже у Бориса Глебских. То есть, представляете, какая экономия. Мы с собой не закупались. Ни печеньки, ни колбаски, ничего. Вот нам захотелось поесть. Мы остановились. Купили копченки курочки. Купили помидорчиков, огурчиков, лучка. Вечерком поели на ночь глядя. К примеру, вот у нас такое было на М4. И легли спать. Все. Вы там не говорите только, что мы там голодаем. Нет. У нас специально этот выбор, потому что я для себя понял, ну, я же худею, что если один раз в день питаться, а за рулем мы сидим на попе ровно, в принципе, мы физического труда никакого толком не делаем. Если один раз питаться, то у меня максимальная концентрация, максимальные физические силы и максимально я дольше могу проехать без усталости и с желанием поспать. Ранее я замечал, что я как только покушаю, я сразу хочу спать, концентрация теряется и так далее. Поэтому при выезде, когда выезжали с утра, покушали, все, едем, все классно, до вечера не кушаем, все легли спать, с утра опять поели. Либо наоборот, вечером мы едим, с утра, например, только кофе попили, едем, 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 какими-то ягодками еще покушали, но это вот единственный перекус с ягодками и все. Потому что они не повышают, ну, не вызывают повышение инсулина в организме. Все, что инсулин повышает, все потом вызывает резкое желание поспать, когда уровень инсулина падает в крови. Ну и все. В общем, вот такая тема. То есть вот этот образ жизни, который мы поменяли в правильном питании, он даже, видите, на дороге полезен и помогает экономить. То есть мы ни сушки, ни печеньки, ни какие шоколадки не покупали. Но роленьки были прямо на конфетке, она их потрескала чуть-чуть, но ей можно, она-то худенькая, а дента легко толстеет. Все, на этом, ребята, я закончу. Подписывайтесь на канал, всем всего доброго, всем до свидания, обязательно смотрите наши видео и пишите, как вам такой контент. Это уже два видео таких снято. Если вам зашло, то в будущем будут тоже такие видео снимать. Все, всем удачи, до встречи, пока-пока.